Ребят, всем привет! Сегодня буду вещать из машины, потому что времени совсем нету, все, набегу на скаку сейчас происходит у меня, но в ситуации тоже хочу свои 5 копеек приложить. Вот в этом споре Михаила Безяева и компания Основид. Что хочу сказать? Конечно, найти виноватых даже в самом начале было очень сложно, потому что это куча факторов, это какие-то свидетели, юристы, нотариусы должны были присутствовать, технологи. Куча замеров, да, как правильно Андрей Ермолкевич сказал, это невозможно. То есть проводить сейчас какой-то анализ, какие-то экспертизы, это, по-моему, глупость несусветная. В ситуации нужно всегда разбираться, тем более, когда человек вам говорит, что он блогер, он автор канала, большого довольно-таки, с большой целевой аудиторией. Что нужно было сделать? Нужно было вообще понять, разобраться, какую вот в данном случае вам большую положительную роль в рекламе сыграл Михаил. Насколько я понял, перед этим, перед рекламацией он снял пару больших видео, которые там посмотрели сотни тысяч человек, где он хвалил вашу продукцию. Соответственно, исходя из этого, нужно было из вот этой рекламации просто сделать для себя пиар. Чистенький, беленький пиар. Быстро, объективно, адекватно отреагировать на проблему, квитацию решить. Я уверен, что Михаил снял бы дополнительное видео и сказал бы, что вот компания сновид. Что-то пошло не так. Кто его знает, может хранилось у них это как угодно. Компания сновид взяла и все быстренько исправила. Вот, ребята, молодцы. Вот вам и все решение проблемам. Без всяких судов, без всякого негативного резонанса по всему ютубу. Это ровно каждая компания должна вот так вот делать и выходить просто на коне из любой плохой ситуации. Второй момент, что я хочу сказать для любой компании. Как вы знаете, любое производство новое, да, вначале, оно всегда хорошее. Пока присутствуют высшие члены контроля качества на производстве, все хорошо. Идет отладка, идет приладка, все отлично. Как только прошел какой-то период внедрения бренда на рынок, да, узнаваемость, все, все пошло отлично. Люди начинают экономить, кто-то может начинает воровать, в общем, качество падает. Вот такие рекламации для компаний, да, они наоборот взбадривают их. То есть, они дают возможность компании быстренько все взять в нужные руки, да, то есть вернуть каких-то технологов, вернуть качество, вернуть контроль. Это наоборот плюс. Потому что если вот таких не будет вещей, то качество упадет до того, что вы просто незаметно поймете, что клиенты исчезли. То есть, когда публичности нет, люди между собой, да, малыми кучками говорят, вот это больше не покупают, вот фигня, вот это, тут то. А когда вот блогер вам позвонил, да, такое вот крупное лицо, серьезный человек с авторитетом, и говорит, ребята, вот такая фигня произошла. То есть, это один из вариантов, да, реально подойти к своему производству и посмотреть, все ли там нормально. Даже если там все нормально, тогда возвращаемся к первому пункту моего повествования и просто, как говорится, решаем проблему каким угодно путем. И получаем просто-напросто отличную рекламу. То есть, как я уже сказал, вы разобрались в проблеме. Михаил сказал, вот такая замечательная компания с отзывчивыми людьми, они мне помогли, они молодцы. Вот и все, собственно, что я хотел сказать. Поэтому, ребят, я надеюсь, что вся эта история разрешится. И Михаилу, конечно, большой удачи. Спасибо за внимание. У меня все. Спасибо.